Друзья, здравствуйте! В эфире программа «Аргумент» YouTube-канал «Умиан». И сегодня у нас в гостях Сергей Ауслендер, израильский военный журналист. Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Сергей, понятно, что тема Курска звучит изо всех сторон. Давайте, знаете, тоже с неё начнём. Но вот с чего? Раньше некоторые зетники, они хвастались, что все свои воины армия Российской Федерации выигрывала срочниками, подразумевая, что в войне с Украиной срочники тоже себя покажут. Но в Курской области мы, конечно же, видим другую картину. Солдаты срочной службы отказываются воевать, сдаются в плен целыми ротами. А вот как на свежем видео работы спецназа СБУ, мы знаем, что нельзя это видео показывать в YouTube, и мы его и не показываем. По-вашему, почему россияне массово бросают оружие и сдаются в плен именно на Курском направлении? Ну и чеченские, так званые, такие грозные подразделения, в том числе, тикток войска? Ну, что касается срочников, они же небоеспособны, насколько я понимаю. Какая у них там подготовка? Там и у тех, кто по контракту идет, я так понимаю, подготовка-то не ахти какая. А уж у срочников-то год служить, чему их там можно научить? Ну, копать отсюда и до обеда красить заборы, траву, не знаю, или вот нести службу на границах, где считается вроде как относительно спокойное место. Ну и, собственно, вот при первом же появлении украинской армии с танками и артиллерией, да, они стали массово сдаваться в плен. И что точно на такое не подписывались, и там по миллиону рублей никто не платил. С чего бы им там воевать и героически, значит, отстаивать. Все это дело, к тому же, ну, как бы, им же говорили, что их не будут направлять в зоны боевых действий. Это и законодательно, кстати, запрещено в России. Ну, а что касается этих чеченских подразделений, ну, так, после, насколько я помню, на первом же этапе полномасштабного вторжения, в самом начале, вот, это был февраль-март 22-го года, после первых же столкновений с украинской армией, когда они понесли потери, их из зоны боев вывели, и больше они там уже, насколько я понимаю, не появлялись. Ну, как бы, если это такой крутой чеченский спецназ, им казалось бы, самое место-то быть на фронте, да, там, штурмовать какой-нибудь Нью-Йорк, там, или что-нибудь в этом роде, они почему-то находятся в Курской области, даже не в Белгородской, а именно что в Курской. То есть выбрали для них максимально безопасное место, но максимально близкое, как бы, вот к фронту, что ли, так скажем. Ну, и вот, собственно, опять же, первое же появление на горизонте украинских войск привело к тому, что Ахмат, как они там сказали, рассредоточился, ну, то есть разбежался. Кстати, вот мы тоже общались с некоторыми экспертами, и некоторые из них говорят, что вообще этот Ахмат, да, эти кадыровские все войска, такие паркетные войска, и кадыров никогда не будет жертвовать своими людьми, да, там, защищая, грубо говоря, Путина. Согласны ли вы с этим, что кадыров пережет свои лучшие военные подразделения именно для себя? Ну, я бы на его месте, кстати, задумался, лучше ли это подразделение, вот, если они при первом же, как бы, не то, что при первом контакте, при первом появлении противника начинают разбегаться, так, может, как-то вот задуматься над этим. Ну, понятно, что кадыров свою личную гвардию создавал уж точно не для того, чтобы воевать там в Украине, штурмовать какую-нибудь Авдеев, например, а для того, чтобы иметь при себе вот такую притаянскую гвардию. Ну, понятно, что поскольку идет специальная военная операция, возьмем в кавычки этот термин, он их туда отправил, но в такое максимально безопасное место, но вдруг вот усилиями ВСУ это место стало максимально небезопасным. Ну, и все, и тут приказ наступать назад, и они дружно все перегруппировались там куда-то в направлении, значит, в Курск, а не в обратном направлении. Кстати, многие аналитики констатируют, что прорыв ВСУ на территории Российской Федерации так и не заставил Путина снять силы с Донбасса. Мы видели уже обращение к жителям Покровска по поводу эвакуации, потому что близко российские войска, то есть местное наступление России там все-таки продолжается. Насколько с военной точки зрения это рациональное решение, почему Путин, неужели он настолько одержим Донбассом, что готов пожертвовать территориями России ради того, чтобы пойти на Донбасс, завоевать Донбасс и так далее, освободить, да, в кавычках? Я просто понятия не имею, в чем его целеполагание. Ну, как бы его генеральная цель, понятно, уничтожить Украину как государство, чтобы вот на карте мира не было такого государства, как Украина. Это была бы часть этой вот империи его, бывшего Советского Союза, там, не знаю, бывшей Российской империи, какая она ему там видится, в какой конфигурации, я не знаю. Пока не замечена, насколько я понимаю, переброска войск в Донбасс, а к тому же есть несколько таких тупиковых направлений на фронте, вроде вот Херсонской области, где там у них целая десантная дивизия ведет бои с украинцами в Дельте-Днепра, на островах. Они что-то там воюют, непонятно зачем и непонятно какой целью, потому что ни украинский десант через Невр пока невозможен, ни российский, соответственно, в обратном направлении. Вот оттуда можно снять часть. Пока же, я так понимаю, они воспринимают ситуацию в Курской области как такую вот досадную, досадную такую помеху, что ли, или как стихийное бедствие. Вот как будто бы наводнение случилось, да, но сейчас вода сойдет, и как бы все будет нормально, там денег дадим кому-нибудь, и все. А вот украинцы действуют по какому-то своему плану. Опять же, по какому, я не знаю. Если цель была заставить Путина снять войска с фронта и туда перебросить, она не сработала, но это было и понятно, что он так не поступил. Даже если бы до Курска дошли, он бы не снял оттуда войска. Вот. А поскольку цель украинского командования и руководства мне не ясна, то я вот тут не могу сказать, насколько оправдались эти цели. Как думаете, когда Путин вообще сможет снять войска с вот этого, с этой одержимости Украины, с Донбасса, если у Москвы будут стоять? Снимет? Вот если у Москвы будут стоять, наверное, снимет. Но если украинские войска предположить, что будут стоять у Москвы, в чем я сильно сомневаюсь, просто в этом смысле никакого нет, то тогда уже российских войск на Донбассе не будет. Первоначальная задача это не дойти до Москвы и захватить этим Симсом, а первоначальная задача свою территорию освободить. Поэтому, наверное, он снимет в этом случае, но вот я боюсь, что там снимать уже будет некого в таком случае, но это пока сценарий такой, зубы фантастикой, конечно, учитывая нынешнюю ситуацию на фронте. Вот вообще интересно, да, там тяжелая ситуация, на самом деле, на востоке Украина. Как бы вы ее охарактеризовали с вашей точки зрения, наверное, для наших зрителей? Кризис украинской обороны наблюдается. То есть украинцы пока в ВСУ не могут стабилизировать линию фронта. То есть продвижение у россиян сохраняется. Оно даже несколько ускорилось. Опять же, в абсолютных цифрах это немного. Ну, раньше они проходили 300 метров в сутки, сейчас проходят километр в сутки. Но все равно они проходят так или иначе. То есть они потихонечку-потихонечку оттесняют ВСУ, продавливают оборону, прогрызают ее. Это все делается, конечно, ценой колоссальных усилий, гигантских потерь. Но кто там когда считал эти потери, да, отродять такого не было. Поэтому пока там сохраняется такой кризис и опасность. Крушение фронта даже существует. То есть если они все-таки дойдут до Покровской, переезжут трассу Покровск-Константиновка, то это грозит большими проблемами. Ну вот дальше вопрос, насколько вот украинское командование сможет это все дело стабилизировать. Раз. И возвращаясь к тому, о чем говорили, в чем был смысл вот этой курской операции. Я цель пока не понимаю. Я не говорю, что это было бессмысленно, боже упаси. Если начали вот эту операцию, задействовав такое количество резервов, которые так нужны там сейчас на Донбассе, значит, какая-то цель была серьезная, помимо медийного эффекта. Хотя и медийный эффект, надо сказать, получился совершенно оглушительный. Но только ради медийного эффекта затевается такое наступление. Я вот как-то в этом сильно сомневаюсь. Ну, будем ожидать. Кстати, как думаете, захват АЭС может произойти? Пока я не вижу к этому предпосылок. До АЭС еще нужно дойти, ее еще нужно захватить, потом ее нужно удержать. Это еще дело такое непростое, скажем так. Но то, что угрозу создали для АЭС, это факт. Вот недаром же там пропаганда российская завыла об угрозе ядерным объектам, как будто это не они, а какие-то инопланетяне захватили запорожскую АЭС. На данный момент я пока не вижу предпосылок. Но все может быть, мало ли там. Опять же, резервы-то остаются украинского командования, в бой еще не вводили. Не все резервы введены в бой. Поэтому все еще может быть. А захват Курской АЭС это был бы, конечно, такой очень серьезный шаг и серьезный такой геймчейнджер, я бы сказал. То есть, ну, там называли какую-то эту вот экзотическую версию, поменять потом Курскую АЭС на Запорожскую АЭС, что-то в этом роде. Но я, опять же, тоже сильно сомневаюсь, что это произведет какое-то впечатление на Путина, на всю эту банду кремлевых. Там какие-то у них другие целеполагания, я их тоже, опять же, не очень понимаю. Поэтому посмотрим. Тут часто вот время покажет, что называется, как это все будет развиваться. Ну да, а события развиваются стремительно. Буквально за несколько минут до нашего с вами эфира, там за полчаса буквально поступили сообщения, что в Иркутской области я прошу прощения у зрителей не эфира, а запись. Он на запись, Сергей. Что в Иркутской области потерпел крушение российский ракетоносец Ту-22М. По себе знаю, что он выпускает и как это свистит. В Минобороны Российской Федерации уже подтвердили крушение, назвав причиной техническую неисправность. Насколько серьезно эта потеря стала для РФ 300 миллионов долларов, по-моему, цена этой птички. Можно ли украинцам выдохнуть в плане ракетной опасности? Еще возьмем внимание, что Саваслейку, да, поразили украинские дроны, и там якобы тоже был поврежден МИГ-31К. Ну вот такие вот тревоги, которые нам сулит МИГ, не включались эти дни, да, по несколько часов. То есть можем ли мы выдыхать в связи с поражениями аэродромов и вот самоликвидированием Ту-22М? Ну нет, потеря ни одного Ту-22М, ни одного МИГ-31 не приведет к какому-то перелому в плане ракетных обстрелов. У них много носителей наземных, морских, воздушных. Да, основную нагрузку, кстати, выполняли по обстрелам Украины, несли на себе не Ту-22, а Ту-95. Вот эти стратегические ракетоносцы там, которым уже по 100 лет в обед, но тем не менее еще летают и ракеты выпускают. То, что самолеты падают, это явление, можно даже сказать, что нормально. Когда они летают, они падают. Тем более, что там, видимо, есть проблемы и с обслуживанием и так далее, но это было в Иркутской области, это очень далеко от фронта и вряд ли эти самолеты принимали участие вот в налетах на Украину. Я как бы сильно в этом сомневаюсь. Насчет выдыхать я тоже не думаю. Я думаю, что они в ближайшее время, ну, может, не в ближайшее время, но в какое-то время они обязательно устроят какой-то такой грандиозный обстрел Украины с помощью множества ракет и дронов. То есть пытаются поразить опять там цели, энергетику добить, там, не знаю, по городам будут бить. Это, ну, я просто в этом практически уверен. В качестве эффекта, насколько я понял, вот от ударов по аэродромам, есть снижение бомбежек в Харьковской области вот применение вот этих кабов, да, то есть бомб с управляемыми модулями, универсальными модулями планирования коррекции. Вот, то есть по всей видимости в Липецке накрыли склад с этими бомбами, может быть, там надо, в Морозовске, кажется, называется этот аэродром, там куда-то попали. То есть с боеприпасами авиационными история такая, что их нельзя рассредоточить, как вот боеприпасы для полевой артиллерии, да, тут сложили несколько ящиков, тут десяток, тут два десятка, все подъехало батарея или там орудие, отстреляло и уехало. Нет, авиационные боеприпасы надо хранить там, где находится самолет, ну, поблизости одни. Ты не можешь возить грузовиками за 100 километров по несколько бомб для самолетов каждый раз. Поэтому в этом смысле их авиационная логистика, вот эта вот боеприпасов, она уязвимее гораздо, чем там артиллерийская и так далее. Так что выдыхать пока еще, на мой взгляд, рановато, хотя, безусловно, успеть не есть, конечно. То есть вот этот удар, который пророчили за Курск, грубо говоря, массированный по Украине, ну, хотя, знаете, за Курск, еще там за что-то, мне кажется, там нет какой-то привязки за что-то, то есть они просто планомерно уничтожают инфраструктуру, гражданские объекты и так далее. То есть ждать нам еще и ждать, насколько понятно. Вот буквально, опять-таки, перед нашим с вами интервью, Белгородская область, заходим, пришло сообщение, что местные телеграм-каналы пишут, что ВСУ зашли в Белгородскую область, силу Вязова, которая находится в трех километрах от КПП Колотиловка, а теперь Белгородская область, то есть ВСУ продолжает свой рейд. Опять-таки, какая область может быть следующей, Брянск, то есть... Ну, любая область, Я на руках показываю, да? Да, любая область, которая примыкает к Украине, любая буквально, сколько их там, Белгородская, Воронежская, Курская, Брянская, вот в любую область можно заходить, потому что плюс-минус граница везде охраняется точно так же. Одним из последствий, даже если завтра украинцы выйдут из Курской области, то все равно российскому командованию придется формировать какие-то группировки прикрытия границ, и не вот эти туты на базе срочников, а какие-то там собирать боеспособные части, мобильные, да, с техникой, и держать их там где-то, чтобы купировать прорыв. Одну такую группировку не сформируешь, ее быстро не перебросишь, то есть, соответственно, нужно будет их несколько там держать где-то вот в таком в относительно ближнем приграничье, на каком-то таком вменяемом расстоянии от границы, там 50 километров, скажем, да, и иметь какие-то части прикрытия границ тоже боеспособные. Это все нужны люди, техника, офицеры, там и так далее, где их всех взять, когда они все там штурмуют Нью-Йорк, Покровской, Торецкой. Ну, Покровской еще пока, слава богу, не штурмует. Но в целом у них проблема сейчас с резервами тоже, несмотря на вот эти уже какие-то просто абсолютно заоблачные выплаты, которые они предлагают за подписание контракта, же в американской армии столько не платят вообще, отродясь не платили. Поэтому сейчас украинцы могут войти где захотят, где решит командование. Я же говорю, резервы есть. Я вот отметил, что украинское командование эти дни, пока идет операция в Польской области, активно маневрировало резервами вдоль границ, не переходя ее, создавая такую вот обстановку нервозности. Им везде мерещились там то танки украинские, то, значит, там, не знаю, какие-то полчища там, которые сейчас через границу хлынут, хотя там нет, не полчищ, не так уж много танков там, но вот появление одного танка, да, у них равняется появлению, не знаю, танкового полка целого. Это тоже такая часть психологической войны, почему нет? Ну вот странно, вгрызается он своими когтями в украинские земли и на свои наплевать. лично мне это же просто как человеку непонятно. То есть тут вообще необъяснимая история. То есть получается... Тоже непонятно. Как бы все было же хорошо. Все было хорошо, все было нормально. Денег куча. Олимпиаду провели в субтропиках, зимнюю. Ну понятно, что за такие деньги, за которые они провели Олимпиаду, может было ее в Израиле вон в августе провести, да, зимнюю. Но там снег, не знаю, сюда возить самолетами. Но не суть. За свои гуляли, как бы имеют право, ради бога. Ну просто зачем было устраивать весь этот ужас? Мне это вот абсолютно непонятно. Я полагаю, что это типичная в общем болезнь диктаторов. Это стремление к маленькой победоносной войне, которая всегда получается немаленькой и непобедоносной. Вот так когда-то Саддам Хусейн напал на Кувейт, быстро его захватил, ну там буквально за несколько дней. И все, и как бы вот дело в шляхе. Потому что в стране был кризис, все плохо, долги, нужно было чем-то это все прикрыть. Вот прикрыли маленькой победоносной войны. В том американцы очень быстро собрались, перебросили свою армию на другой конец планеты и навешали там Саддаму так, что он уже больше от этого и не оправился никогда, на самом деле. А через сколько? Через 10 лет добили. Так что эти все маленькие победоносные войны всегда заканчиваются примерно одинаково. Но они и начинаются примерно одинаково. Сейчас Киев за три дня захватим, да, мы же захватим Киев за три дня, да, Владимир Владимирович, конечно, захватим. Спору нет, что там армия разбежится, с цветами будут встречать, а не давай, значит, из джавелинов палить там, значит, и вообще оказалось, что украинская армия совсем не такая, как ему писали в докладах, видимо. и все, и вот в итоге уже этот ужас продолжается. Пошла вторая половина третьего года войны, и конца края это не видно. И Украину они калечат, спору нет. Они, конечно, ужасные вещи творят, там разрушают все, но они же себя разрушают тоже буквально. Вот, и странно, что до них это не доходит, потому что у них даже картинки победы-то нет как таковой, да, в чем победа бы заключалась. Понятно, в чем это? Вот в Киеве, чтобы трехцветный флаг над Крещатиком стоял и сидел бы там в президентском дворце или где там, как это называется у вас, место, где президент сидит, да, там какой-нибудь Янукович. Уже совершенно очевидно, что не будет там торчать флаг. Администрация президента. Да, да, наверное, вот, не будет там сидеть никакой Янукович, ну все. Ну, офис президента, зараз он называется офис президента. Да, да, на Банковой, насколько я понимаю, он там находится. Окей, не имеет значения. Я к тому, что у них нет четкой картинки победы, как вот, в чем она заключается. И все, и в результате все для фронта, все для победы. Плюс отношение к войне это в России, понимаете, эту войну воспринимают до сих пор, вот если там отъедете вы от Москвы там на восток, километров на 20-30, ее воспринимают как примерно войну в Афганистане. Где-то там далеко чего-то идет, какая-то война, СВО называется, Букавки Зет везде. Ну окей, как бы зато там вот соседа там денег много появилось, пришел, правда, с фронта без обеих ног, но зато ему там два лимона дали, круто как бы там всем поселкам бухали три дня. Вот что-нибудь в этом роде. Они эту войну воспринимают как колониальную. Где-то она там идет далеко. Вот. И до них еще даже до самих не дошло, в какую пропасть их столкнули вообще, что с ними со всеми будет в конце концов. Но понимание это придет, просто боюсь, что придется огромную цену заплатить за это. И им, но и вам, к сожалению, то. Увы, это так получилось. Такая вот выпала вам судьба историческая. Я, знаете, сейчас вспомнила один из ваших эфиров на вашем YouTube-канале. Буквально один из последних. Друзья, кстати, напоминаю, что можно подписаться и нужно на канал Сергея Услендера. Ссылку на него вы найдете в описании. На Униан, кстати, тоже не забывайте подписываться. И на Аргумент у нас уже есть свой YouTube-канал, наши программы, так как материала достаточно много. Так вот, вы говорили о том, что даже прорыв Курской области, Курской границы, заход. Кстати, уже военную администрацию открыли, Сырский доложил о том, что военную администрацию Курской области... Как комендатуру, да. Так вот, тем россиянам, комендатуру, да, тем россиянам, которые живут далековато от Курской области, им, в принципе, ну, и что? С тем все равно это удивительно. Да. Ну вот это, ну, как вообще такое может быть? То есть, получается, можно оттяпать кусок России им все равно, а за этот Донбасс они грызутся зубами, убивают там тысячи и тысячи по тысяче в день российских, так называемых, солдат, и им все равно. Удивительно рядом, конечно, ну, просто, я понимаю, что у вас нет ответов на эти вопросы. Я понимаю, что они ретерархистики. как сказать, Россия страна с разорванными горизонтальными связями, понимаете? В России это отчасти идет из ее территории гигантской, ненаселенной, да, совершенно. То есть, жителям Читы абсолютно ж до фонаря, что происходит в Белгороде. Вот просто абсолютно. Ну, только если не живет там какой-нибудь прям близкий родственник. Жителям Владивостока плевать на то, что происходит в, не знаю, в Воронеже, например. А жителям Воронежа на то, что происходит в Хабаровске и так далее. Ну, гигантская страна, совершенно ненаселенная. Если, сколько там, четыре пятых населения живет за Уралом в европейской части, а там еще две трети территории осталось от Урала на восток. Из этих четырех пятых большая часть живет, это вот Московская область, там Ленинградская область, вот этот пятак. И все абсолютно никак не населено, не заселено и нет связей таких вот плотных и тесных. И плюс отсутствие механизмов гражданского контроля, гражданского общества, то, что Путин вот 20 лет аккуратненько так разламывал, демонтировал, все. Плюс тотальный контроль над Умами за счет тотального контроля над Медией. Сейчас вот если вы включите, не дай бог, конечно, какой-нибудь там, не знаю, Первый канал или НТВ или там Вести, ну любой федеральный канал, вы поразитесь. Все нормально. 6 августа что-то там такое случилось в Курской области, там были неприятности, что-то стреляли даже вроде, но уже все нормально, враг бежит, тесним, окружили, блокировали, все в порядке, вся страна помогает, переходим к новостям культуры. Все, вот буквально это так выглядит. Ну как бы, а что какая-нибудь бабушка сидит там в каком-нибудь Урюпинске, там не знаю, прости господи, там Мухотранский, да, и смотрит телевизор, у нее какая картина мира сформируется. Она же никогда даже не выезжала за пределы своего Урюпинска. Вот у нее такая картина, что там все нормально, 200 тысяч эвакуированных, там 80 населенных пунктов захвачены, украинцы тут продвинулись, там продвинулись, полный вообще драп, разгром, там все бегут, чеченцы бегут, срочники сдаются в плен целыми ротами, а в телевизоре все нормально. Вот так это работает. Поэтому тут ответ на самом деле довольно простой на все это дело. Да, конечно. Еще один диктатор Лукашенко активизировался. Сегодня он вдруг миротворцем стал призывать Москву и Украину к переговорам. Нельзя же так. Вообще нельзя. Давайте договариваться. Он дальше интервью дал. Призывает успокоиться. И ведь всего лишь несколько дней назад он пугал Украину переброска в танк в границы. Как думаете, угроза с севера, с Беларуси сегодня реально? Ведь в этом же интервью он сказал о том, что ай-яй-яй, если он же из такой крайности, значит, вот тут мы лязгаем железом, и если вдруг на Беларусь нападение с четырех сторон, то Россия ведет войска, Россия будет нас защищать. Мы, конечно, ядеркой можем ударить, но пока не будем. Это я так в кратии пересказываю этот бред, который в своем интервью. Неужели что-то с джебри на украинском языке, что-то теплится еще в Беларуси, что-то еще оттуда возможно, чего вдруг вылез, чего всполошился Лукашенко по вашему. Не знаю, какие его резоны, он вообще же исключительной хитрости человек, да, прямо скажем. То есть, вот он много-много, даже не лет, а скорее десятилетий умудрялся лавировать между Западом и Россией, от тех брал деньги, с этими договаривался. Ну, в какой-то момент это все, конечно, прекратилось, потому что после всех этих ужасов, какой это был год у нас 20-й, да, когда там разгоняли в Минске протесты, когда там весь этот кошмар творился, окрестины, вот это вот все, понятно, что на нем там крест уже поставили, но он надежды не теряет, он понимает, что можно попробовать договориться, что если я сейчас вот там дам гарантии украинцам, что с моей территории больше, а я напомню, давайте-ка, что в 22-м году то с его территории войска пошли на Киев, да, через Чернобыль, там и так далее, вот, то есть первый этап вторжения происходил в том числе и с территории Белоруссии, там и самолеты оттуда летали, и ракеты оттуда прилетали, и так далее, ну вот он вполне может попробовать договориться с Киевом, что давайте, ребят, вы там за меня словечко замолвите, на Западе-то, когда это все, вот судить от всех будут, а я вот сейчас вам гарантирую, что ничего не будет, вот, ну и плюс, конечно, нельзя же серьезно на веру его слова воспринимать, то, что он там начал танки двигать туда-сюда, это все делается для того, чтобы изобразить бурную деятельность, потому что из России там начали гавкать военкоры активно, всякие, писать о том, что вот то, что Лукашенко отвел войска от границы, что там те войска, это белорусская армия, она же людей смешит этой армией, натуральной, вот, ну, это же просто анекдота, не армия, какая там армия в Беларуси, с нулевым боевым опытом, минуты боевого опыта нет, ну, кроме того, что они там метелили студентов на Минских бульварах, а напротив украинская стоит, с самым серьезным боевым опытом на сегодняшний день, он же тоже не идиот, да, можно как угодно к нему относиться, он точно не дурак, и он прекрасно понимает, чем для него бы это закончилось, если бы его Путин додавил. Вторжение с территории Беларуси, возможно, если россияне соберут там большую группировку, но это как-то незаметно, на мой взгляд, сделать невозможно, за этими же вещами следят, кроме того, насколько я знаю, это направление укрепляли очень сильно, то есть в случае необходимости перебросят туда резервы, и все, и все будет нормально, а самому Лукашенко нужно как-то вот продолжать вот это вот, чтобы вот как бы и с Россией не поссориться, потому что деньги нужны, и он от них зависит уже вассально абсолютно, изображать себя самостоятельного политика, и вроде как миротворец, и диалог какой-то там, и Запад, и все дела, и тут же одновременно НАТО там топчет сапогом, и все это у него вот прекрасно в его голове помещается и выживает. Это уже такая не биполярка, а триполярка, я бы сказал. на сто процентов, знаете, вот я когда все это смотрю, в этом всем копрысаюсь, ковряюсь, да, и так выдыхаю, думаю, вспоминаю фразу из Ивана Васильевича, у меня от профессии, знаете, Иван Васильевич, когда вы говорите, такое чувство, что вы бредите, вот это все, что несется, да, от этих диктаторов, просто, ну вот, не налазит на здоровую голову. Сергей, не могу вас не спросить сейчас про ситуацию от в Киеве сейчас по витре на тревогу. Сегодня весь день плымает, баллистику пускают, постоянно что-то прощупывают, да, скорее всего, ПВО прощупывают, то есть весь день сегодня включаются, где-то суммы, бахают и так далее. Но давайте к Израилю вернемся, простите, что я так отвлеклась. Какова сейчас ситуация в Израиле? В каком векторе движется ситуация в Израиле? Ну как, война у нас продолжается, в Газии еще идут боевые действия, вот дальше была оценка американцев, которые сказали, что в военном смысле Израиль добился гораздо большего, чем они рассчитывали. Параллельно продолжается такое приграничное сражение с Хизбаллой, они обстреливают наши рубежи северные, мы обстреливаем Юзный Ливан, там такой обмен ударами происходит, ну уже 10 месяцев с лишним, и подготовка к иранской атаке, но она уже в общем и целом завершена, все, что могли, уже сделали, потоком сюда, оружие пошло от союзников, там разный, армия была приведена в состояние максимальной боеготовности, сейчас вот уровень боеготовности даже понизится, долго держать армию невозможно, максимальной готовности, и все, и пока все вот крутилось вокруг иранской атаки, вот все вокруг к этому вращалось, но сейчас вроде как уже подуспокоилось, и иранцы, судя по всему, никак не могут найти формулу, как вот так отомстить, чтобы потом самим уцелеть, потому что им было четко и ясно дано понятие, что любой удар с иранской территории, вне зависимости от того, какой ущерб он несет, даже если вообще не будет ущерба, повлечет за собой немедленный ответный удар израиля. Более того, там даже, судя по всему, хотели поменять, или, может быть, уже изменили формулу, просто это еще пока непонятно. Если как-то в апреле, когда мы вот отбивались от иранской атаки, да, 300 ракет и дронов, они взлетели, полетели, долетели, там, чтобы позбивали все, и вот после этого оказалось, что ущерба нет. И ответный удар Израиля был через несколько дней возле Испахана там уничтожили какой-то важный статистический радар, но это была такая все-таки вот разовая акция, булавочный укол. Сейчас, как только иранские дроны или ракеты взлетят в нашу сторону, вот сразу полетят в ту сторону самолетов. Поэтому, в общем, как бы остается опять же только ждать. Больше ничего не остается. Примечательно, что когда началось наступление на Курскую область, представители Палестины, приезжал в Российскую Федерацию и была с ним встреча, о чем могли общаться эти две террористических организации? Вот просто сейчас вспомнила. Понятия не имею. Как обычно, наверное, ему же надо куда-то ездить и с кем-то общаться. Там, правда, присутствовал какой-то чин из генштаба, вот это вот так всех тут поднапряглось слегка, но не очень понятно по какому принципу. Это все-таки был Махмуд Аббас, не был там, не знаю, глава Хамаса, у которого были какие-то военные возможности. Так что тут пока трудно сказать. В целом же, ну вот ездит куда, где принимают. Вот туда он и ездит, председатель палестинской автономии. Вот поехал в Москву. Сейчас он сказал, что мы все в Газу поедем. Ну, ради бога. При этом все требуют гарантии безопасности от Израиля, не от Хамаса, а от Израиля. Не поубивать. Короче, да, непонятно совершенно, что он туда таскался. Ну, вообще, Москва-то, она же себя позиционирует как такого серьезного игрока на Ближнем Востоке. Таковым она уже, на мой взгляд, давно не является. Но, тем не менее, позиционирует. И вот, собственно, вот туда и поехал. Сергей, спасибо вам огромное за то, что нашли для нас время. Знаем, что его у вас достаточно мало. Благодарим. Я думаю, зрители Аргумента тоже поблагодарят вас за свои комментарии. Друзья, я напоминаю, что надо оставлять комментарии под этим видео. Мы всегда их читаем. Подписываться на Униан, подписываться на Аргумент и подписываться на канал Сергея Ауслендера. Ссылку на него вы найдете в описании. Сергей, спасибо вам огромное и до новых встреч, я надеюсь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok